Так, ну вот я сейчас иду по улице Дружбы Народов, в сторону проспекта Нефтяников, дойти до железнодорожного вокзала. Вот здесь, с правой стороны, такая новая постройка, сооружение. Это центр развития тенниса, теннисный центр. Вот такое вот новое современное здание. Большое и очень симпатичное. А это, собственно говоря, улица Дружбы Народов, куда я направляюсь дойти до проспекта Нефтяников, чтобы в итоге оказаться у вокзала. Кстати, за теннисным центром, вот, во всей видимости, тоже что-то строят. Так, вот заправочная станция, дальше Татьянинская церковь, храм Святой Татьяны и вот торговый комплекс Галактика. Ну, прошел я уже, кстати, оттуда, от Дреговой улицы, где-то, наверное, метров 250-300. Вот он, там, вдалеке, факел Стелла. Так, ну вот, я подошел поближе к теннисному центру. Здесь вот лавочки-скрямеечки. Так, ну вот, я практически дошел до проспекта Нефтяников. Передо мной паровоз. И да, в общем-то, я был прав, здесь тоже что-то строят, ведется строительство. Пока не могу сказать, что именно. Как узнаю, естественно, сообщу тогда, самому интересно. Так как город Кагалым с каждым годом все расширяется, развивается, укрепляется. Поэтому, в принципе, это неудивительно. И это даже для Хантамансинского автономного округа Югра, это очень хорошо. Для такого маленького города это, конечно, очень здорово. Это улица Дружбы народов. Так, вот еще раз поближе паровоз. Вот как раз от станции, железнодорожной станции Кагалым отходит поезд. Ну, мне, собственно говоря, осталось недолго и немного дойти до вокзала. Мне сейчас надо будет перейти на левую сторону, повернуть налево и буквально где-то, наверное, метров 200. С правой стороны будет железнодорожный вокзал Кагалым. Вот это все проспект Нефтяников. Туда и вот туда вот налево тоже. Так, а вот сюда вот эта улица Дружба народов. Откуда, собственно говоря, я и шел. Шел, ну, где-то, наверное, метров 700, наверное, точно я шел. Может быть, даже километр. Вот он, теннисный центр. За ним галактика. Все, я перешел на другую сторону улицы Дружба народов, чтобы пойти уже по проспекту Нефтяник, уже повернув налево спокойно. Вот еще раз передо мной паровоз. Так, ну, это вот оттуда я шел, улица Дружба народов. Теннисный центр, галактика, отель Космос. Храм Святой Татьяны. Теннисный центр, галактика, отель Космос. И вот такой вот паровоз. Так, ну, а я вот направляюсь туда, вот, к вокзалу. Это уже, получается, поселок фестивальный. Так, ну, вот это уже проспект Нефтяников. Вот с правой стороны, буквально 100 метров, вот здание железнодорожного вокзала Коголын. Вот я здесь уже нахожусь буквально в двух метрах от железной дороги. Сейчас даже куда-нибудь поближе. Ну, здесь вот вагоны стоят. В повседневности, то ли какие-нибудь промышленные, то ли товарные. Вот я еще могу сюда до ограждений заборов подойти. Поближе посмотреть. Так. В эту сторону, эту в сторону Сургута направление. А в эту сторону, в сторону Ноябрьска. Ну, вот, возле вокзала рядом находится такое вот строение. У нас как нефтяник в дом 9А. Это вот магазин. А вот это уже вокзал железнодорожный. Коголын. Вот он. Ну, и вот такая вот здесь обстановка. Это проспект Нефтяников. Там дальше уже улица Привокзальная. А само это место, это поселок Фестивальный. Садовое товарищество Приполярное. Так, ну вот я зашел на станцию, железнодорожную станцию Коголын. Там, где вот вокзал. Здесь вот такая вот достопримечательность железнодорожная. Ну, и, собственно говоря, вокзал Коголын. Так, с этого пути оттуда приходит поезд с направления города на Яворск. Вот он где-то минут 10 назад, даже 15 минут назад, отошел отсюда. И вот туда, в сторону, по направлению город, город Сургот. Ну, а вообще, в принципе, станция неприметная. Никаких особых ограждений, даже турникетов нету. Я сейчас туда пройду и посмотрю, что там через железную дорогу на той стороне находится. Так, вот я поближе подошел. Очень маленькое здание вокзала. Вот здесь табло, первое сентября, 10.35 время. Что-то как-то сегодня погода не задалась на День знаний. Хотя сейчас дождя нету, сейчас просто пасмурно. Но по сравнению со вчерашним днем похолодало. Вчера где-то 22 градуса тепла, может быть, даже и больше было. Так, очень тепло, очень жарко было. Сегодня где-то плюс 14. Днем обещали всего лишь плюс 15, ну, плюс 15 градусов, не более. Ну, а что здесь? Здесь, в принципе, ну, там уже промышленные зоны, промышленные предприятия. Вот. Ну, и зал ожидания вот такой вот небольшой совсем. Не знаю, видно отсюда, не видно. Только вот. Там. 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 Продолжение следует...